Сплав рабочих и интеллигенции. Но, с другой стороны, может быть, они так развлекаются. Может, у них такие ролевые игры. Подняли голову коммунисты. Это, я так понимаю, такой семейный подряд. Там же сколько обрывов? 30-40 за год. Привет, это я, Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это мое личное субъективное мнение. И, да, это дисклеймер. И сегодня мы поговорим о том, кто же хочет стать депутатом на Кировоградщине. Перечень партии и кандидатов. Кроме этого, атака клонов в Светловодске, рекордное количество кандидатов в мэры в Александрии и снова замироточил асфальт на Черновола. Так, кто же идет в депутаты в Горсовет в Кропивницком? Давайте посмотрим. Наконец-то появился список, например, партии «Слуги народа». Первый номер – это Ольга Ковалева-Алла Кили, второй – Михаил Бежан, третий – Анна Заречная, четвертый – Тигран Хачатрян, пятый – Сергей Коса. Дальше в списке много лично мне знакомых лиц. Это и Саша Гавриленко, и Лика Кожа, и Александр Михайлов, это директор колледжа имени Сая, и Антон Шевченко, это чиновник из Горсовета. В общем, список представительный – 38 кандидатов. Следующая партия – это «Сила и честь». Тут 34 кандидата. Я, честно говоря, не вижу, чтобы именно эта партия была активна в городе. Тут громких имен нет в списке. Первая пятерка такая. Александр Скляревский, Игорь Полищук, Игорь Литвин, Татьяна Синица, Татьяна Дашковская. Ридный Мисту. Партия явно городская и одна из наиболее одиозных. Список возглавляет семейная пара шамардиных, людей, часто связанных с земельными скандалами. В списке есть и Григорий Осетров, который тоже светился в подобных темных делах. Ну и изюминка. 17-й номер в списке – это Владимир Тихонович Пузаков. Бывший коммунистический мэр тогда еще Кировограда. Партия «Пропозиция» – одна из фаворитов. Тут первый номер Андрей Райкович. Это уже гарантия 15-20% голосов в этом городе. В пятерке главврач городского роддома Людмила Романев, Александр Мосин – нынешний зам нынешнего мэра, Наталья Чередниченко – директор научного лицея, пятый номер – Дмитрий Берец от мясокомбината «Ятро». Я так понимаю, это квота была у Андрея Райковича. Есть в списке и Сергей Клапа – это генеральный директор Эльворти, и Владимир Смирнов – бывший секретарь горсовета. И тогда он еще шел от самопомочи. Есть Андрей Лебенко, есть Анна Назарец. В общем, я так понимаю, они решили сделать такой сплав чиновников опытных и, как раньше называли, хозяйственников. 42 человека в списке, и явно пропозиция надеется на большое количество голосов и, соответственно, на количество депутатов в горсовете. Перспектива места, или по-русски там перспектива города, принципиальный соперник пропозиции. Первый номер – это Артем Стрижаков, второй его помощник – Игорь Саенко, затем Александр Ткаченко, Рафаэль Рафаэлович Санасарян, Ангелина Нессен, вот такая пятерка. Из знаковых людей, которые я нашел там, это Анатолий Рацл, декан педа университета, блогер Дмитрий Бабак, бизнесмен Витя Душак, это его «Два кофе» и «Фима, иди кушать». 42 кандидата у «Перспективы», это говорит, что они тоже надеются на большое количество голосов. Кстати, я уже надеялся, что и Чапкис пойдет в депутаты городского совета города Кропивницкий. На всяком случае, в рекламном ролике Артема Стрижакова он есть. Я, конечно, думал, что он появится и в списке, но танцор не настолько готов участвовать в жизни Кропивницкого. Примога Пальчевского. До, а еще больше после интервью Пальчевского в BBC Ukraine, я очень отрицательно относился к этому персонажу, но вот партия набрала себе в городе 33 кандидата для похода в горсовет. В пятерке Александр Ковальчук, это директор Кировоградского РРТ, Виталий Дробот, Иван Мунтянок, Саната Манчук, Анна Черкасенко, Цегульская, главный бухгалтер Кировоградского РРТ. И что-то мне подсказывает, что данное представительство концерна РРТ в партии Пальчевского не даром, ну вот не просто даром. Партия пенсионеров. И они, вы знаете, могут тряхнуть стариной. Объясню почему. Потому что первым номером идет опытнейший Анатолий Перевозник. Он возглавляет список. Дальше Сергей Яковенко, директор Кировоградского психинтерната. Третий Равиль Аглиуллин. В списке также есть Елена Надутенко, Юрий Михалевский и Валерий Манухин. И еще несколько десятков довольно известных и уважаемых людей города. Так что вполне возможно, что пенсионеры проголосуют за пенсионеров. И тогда мы в горсовете увидим пенсионеров. ОПЗЖ. Оппозиционная платформа «За жизнь». Это осколок партии регионов. Тут известных имен тоже много. И первым номером идет Ларин. Не Сергей Ларин, его однофамилец Анатолий. Это явная ставка сыграть на фамилии, знаете, на ностальгии. Вторым номером идет Анна Нижникова, далее Александр Корнюша, Максим Линченко, Лилия Матяшова. Из одиозных известных имен врач Виктор Мягкий, хореограф Игорь Спинул, Александр Рацул, это сын Анатолия Рацулла, декана беда университета, который идет от партии Стрижакова, как я уже говорил. Это, я так понимаю, такой семейный подряд. Вадим Валканов, Игорь Полонский. И можно перечислять и дальше этот довольно мощный список. 42 человека в нем. Еще один осколок регионалов, это партия регионов. Это партия «Наш край». Она в свое время приняла и цветовую стилистику, и гамму партии регионов. Позиционирует себя тоже похоже, мол, хозяйственники. Ну и показательно, кто стал первым номером этого осколка партии регионов. Это Андрей Табалов, нынешний секретарь горсовета и бывший скандальный народный депутат. Второй и третий – это Валерий Шутко и Вадим Дрыга. Они как раз и были в партии регионов. В списке далее специнспектор Андрей Максюта и сын Ивана Марковского, например, бывшего секретаря горсовета. И Олег Краснокутский здесь и есть. И Виталий Пинчук из «Самопомочи». И Николай Корецкий, и одиозный Сергей Табалов. И бывший активист Даша Мекола Гречуха. Это ж он теперь 26-й номер партии, где верхушка регионалы. Если так, то что случилось? Разочарование в Майдане? Вот это поворот! Или, может быть, деньги? Что произошло с, я так понимаю, уже бывшим активистом Меколою Гречухою? Дальше партия под названием «Левая оппозиция». Эта партия, я так понимаю, кормится на поле электората, которого все меньше и меньше в нашей стране. Это как из тех, кто очень ностальгирует по коммунистам. Настолько, что они голосуют ни за ОПЗЖ, ни за наш край. Первая пятерка и вообще список не настолько сильный и богатый, как в других партиях. Это Константин Дружинин, Татьяна Белкова, или Белкова, Василий Моисеенко, Юрий Грачев, Светлана Баркова. Ну вот из кого состоит эта пятерка? Пенсионер, преподаватель вуза, менеджер, рабочий, учительница. Сплав рабочих и интеллигенции. Практически, как завещал, сами знаете кто. За майбутня. Партия Коломойского, как ее называют, и какая она по сути и есть, в принципе, возглавил ее в список в Кропивницком инициатор всех инициатив, бывший народный депутат Александр Горбунов. Есть в списке еще один, там, кстати, Горбунов Александр Александрович наверняка сын нардепа. Еще один, кстати, пример политической семьи в городе. Из известных, Игорь Гребенюк, это глава Маловисковской райгосадминистрации, активист Евгений Савранский, Оксана Клюенко, глава врач детской городской больницы. Далее, Европейская солидарность. Еще один бывший народный депутат возглавил список, это Константин Ярымич, генеральный директор областного онкоцентра. Надежда Павленко, торговый директор Ятрания на втором месте. Александр Артюх, главврач центральной городской больницы. Дальше, Валентина Ярымчук, нынешняя депутатка от Голоса партии, насколько я понимаю. И знакомых мне лиц, там есть журналист Алексей Гора, доцент педуниверситета Александр Ратушняк, Дмитрий Винницкий, это директор автопредприятия Оликс. И, наконец, последнее в моем, правда, списке, Бакевщина. Тут Александр Цертий на первом месте, Роман Колесниченко на втором, Сергей Щербина, советник главы облсовета Черноиваненко на третьем, Ирина Романеско, помощница Черноиваненко на четвертом, на пятом Виктория Вахник. В списке также есть Дмитрий Терзов, Роман Аглиуллин, это еще, кстати, одна политическая семья, Людмила Калкина, экс-секретарь горсовета, Лариса Андреева, главврач областной больницы, и Анна Суркова, директорка Центра детского и юношеского творчества. Вот такие списки. Первое, что в этих списках, ну, я заметил, и первое, что меня порадовало, это то, что в этом году количество женщин в первой пятерке не должно быть меньше, чем два человека. Я приветствую это нововведение, я надеюсь, это разбавит какие-то патриархальные устои, какие-то связи, которые есть в городе, и, надеюсь, сыграют в плюс для всего нашего общества. Второе, что я заметил, это большое количество людей, для которых политика уже становится семейным делом. Ну, посмотрите сами. Табаловы, Шамардины, Рацулы, Аглиулины, Марковские, Горбуновы. И я не знаю, насколько это хорошо. Честно говоря, я не вижу таких вот крапивницких Кеннеди. Ну, может быть, какие-то там Буши есть, а вот Кеннеди нет. Так что призываю всех избирателей еще раз просмотреть списки и сделать соответствующие только ваши выводы. Так, а теперь поговорим о мэрах. В Крапивницком и в Знаменке стать городским головой хотят по восемь человек. В Крапивницком Олег Матюнкин, самовыдвиженец, общественный деятель. Екатерина Шамардина это партия Редина Миста, Андрей Райкович партия пропозиция, Александр Цертиба Кевщина, Артем Стрижаков перспектива Миста, Ирина Озерная это Замая Бутня, Ольга Ковалева Алакили слуга народа и Евгений Горбунов самовыдвиженец. В областном центре я так считаю пока что интрига одна. Победит ли Райкович в первом туре? Для ответа на этот вопрос у Андрея Райковича целый месяц. Посмотрим. В Знаменке тоже 8 кандидатов. Это Андрей Тесленко от оппозиционной платформы «За жизнь», Олег Гребенюк от «Голоса», Олег Черный украинской стратегии Гройсмана, которая вообще даже не представлена в Кропивницком, ни в Горсовете, я так понимаю, в списке, ни в кандидаты в мэры. Татьяна Иваськи в Замай Бутне, Виктор Крюков от «Пропозиции», Нелия Доносиенко от радикальной партии Лешко, еще одна партия, которая не очень активничает в Кировоградщине и Владимир Сакирко «Слуга народа» и Наталья Клименко «Европейская солидарность». Вот по Знаменке, кстати, могут быть довольно неожиданно результаты, потому что нет настолько явных лидеров, как в Кропивницком, например. Но Кропивницкий и Знаменка это все такое. Вот в Александрии. А в Александрии кандидаты в мэры идут на рекорд. Дело в том, что пока что я еще не знаю города в Украине, где было бы только три кандидата. Два реальных претендента, я так понимаю, это Сергей Кузьменко, глава Кировоградского благосадминистрации с 14 по 19 год президента футбольного клуба «Александрия». Степан Сапюк, нынешний пока еще мэр Александрии и бизнесмен Владимир Трофименко. Сергей Кузьменко и Степан Сапюк понятно. А вот Владимир Трофименко, откуда он взялся? Ты чьих будешь? И тут я думаю, что это возможная, возможная манипуляция пока еще нынешняя. Мэра Сапюка. Все очень просто для того, чтобы повлиять на подсчеты голосов и работы в комиссиях. Ну, там, чтобы заводить своих людей, выдумывается технический кандидат, а почему нет? Почему не бизнесмен? Но все-таки это всего лишь мои догадки. Но они, я думаю, все-таки имеют право на жизнь, зная такого старого политического бойца Сапюка. Он ведь проиграть больше боится, чем его оппонента. Ну, а еще один возможный кандидат на пост мэра Александрии, активиста Александра Кьешко, подумал и поддерживал Сергея Кузьменко. Який поведе Олександрію до тих змін, які сьогодні крайне необходимі, та дасть нашому місту можливість розвитку та нового життя. Я впевнений та стовідсотково переконаний, що моє рішення не висуватися на посаду міського голови на цих виборах стане тісно доленосним для нашого міста. Адже воно стане вирішальним для отримання переважної більшості голосів та забезпечення абсолютної перемоги нового єдиного кандидата на посаду міського голови міста Олександрії Кузьменко Сергія Анатольевича. В общем, в Олександрії, я вижу, буде очень жарко, несмотря на позднюю осень. Я хотів би розказати і про Светловодськ, но там СБУ задержало депутата Кировоградського обласного совета Константина Каспрова. Он із оппозиційного блока і доволі одіозна личність в самому обласові. Насколько я помню, це именно он отказався в своє время говорити на українському языку в обласові. Ну, а Рух чесно ловил Каспрова на кнопкодавстві. Но тут дело серйозно. Во-первых, возможно, впервые в истории Украины словили на таком вот деле. Но, как передаёт Ярослав Гришин, это главред канала «Исландия», Каспров блокирується на пост главы Светловодської громады і вместе с помощником организовали схему перетягивання голосов избирателей к техніческому кандидату. Дело в том, что в самом регионе идёт от «Слуги народа», от партии «Слуги народа» нынешний депутат гурсовета Андрей Малицкий. Вот под этого кандидата должен был зарегистрироваться ещё один Малицкий. Цена вопроса для клона 10 тысяч гривен. Но не получилось, и СБУ задержало заказчика. И, подчеркну снова, это, ну, похоже, впервые в политической истории, да и в любую историю Украины. Странно, что раньше СБУ за такое не ловило, если вы помните, у Юлии Тимошенко тоже был свой двойник даже на президентских выборах. Ну, интересно будет, что с клоном дальше. Вполне возможно, что после выборов дела замнут, затянут и забудут. Ещё об одной активности СБУ, которую я узнал от наших доблестных Фейсбук-пользователей, 23 сентября в 5 часов утра пользователь Евгений Макаров опубликовал сообщение, мол, вот дошло и до нас. Он обнаружил в знаменке в 4 часа утра плакаты с агитацией так называемой Кировоградской Народной Республики. Там распечатки с российским флагом и всякую подобную хрень. Буквально секунду я удивлялся, но мне стало подозрительно, что напечатано слова Кировоградская Народная Республика на цветах террористической ДНР. Какая-то нестыковка, какие-то сепаратисты, террористы, какие-то без фантазии. В дальнейшем выяснилось, не зря были у меня сомнения, это дело в том, что СБУ проводило учение по реакции на возможную такую пропаганду российских оккупантов. Ну, слава богу, у нас народ на чеку. Это первое, что понимаешь, что в знаменке точно терроризм не пройдет, а второе, понимаешь, что в знаменке обращают внимание, что пишут на столбах. Это уже для маркетологов тема. И подняли голову коммунисты. Ну, в принципе, как подняли, они приподняли. В Копеницком суд приговорил к двум годам с испытательным сроком в один год супружескую пару, которая в интернете, в ютубе зарегистрировала канал станции коммунизм для пропаганды тоталитарного режима и коммунистической символики. Ну, проще говоря, совкодрочеры. С одной стороны, мне смешно, когда кто-то пытается пропагандировать под девизом или лозунгами Великой Октябрьской революции сто лет, а именно в 2017 году их словили на горячем, эту пару. Супруги, кроме всего прочего, еще и призывали к построению национал-социалистического устройства нашего государства. В общем, преступники пошли на сотрудничество, с обвинением вину свою признали, не знаю, надолго ли, но с другой стороны, может быть, они так развлекаются, может, у них такие ролевые игры. Играют в коммунизм, в Ленина и Крупскую. Там можно разных ролевых игр придумать. Ленин и жандармы, Ленин и печник, Ленин в Шушенском. Ленин вообще может быть кладезем многих эротических фантазий коммунистов. Хотя, зачем я это говорю, они же могут из пропагандистского канала сделать порнографический, не дай бог. Проходят десятилетия выборов, а эта история повторяется из года в год, из месяца в месяц, из недели в неделю и, возможно, изо дня в день. Это такая бесконечная история. Never reading story. Кропивничане одновременно ржут и плачут во время того, как кто-то кладет их деньги себе в карман. Все это я говорю о коммуникациях в Кропивницком, вернее, о постоянных порывах этой самой коммуникации. Ну, имею в виду систему коммуникации. Вернее, даже я говорю только об одной улице, это улице Черновола. Там же сколько порывов? 30-40 за год. Печальная история. На видео, которое кропивничане так и комментируют в Фейсбуке замену очередной трубы называют «шило на мыло». Очередная замена трубы. Вот такой. В нашем городе главное быть человеком, который поставляет асфальт и трубы там, где это все роют постоянно. Это же постоянное бабло. Это постоянный бизнес, как парикмахерские туалетная бумага. Вангу и следующие мэрские выборы сможет выиграть человек, который найдет способ заменить в Карпивницком все коммуникации. А то скоро вода и дерьмо будут плавать по всему городу. Настолько эти коммуникации изношены. Ну и о коронавирусе. К сожалению, в Кирово-Радской области уже больше тысячи людей, вернее, зафиксированных случаев заболевания на COVID-19. Кирово-Радщина еще в зеленой зоне, несмотря на довольно высокую летальность. Поэтому я прошу следить, пожалуйста, за своим здоровьем коронавирус не фейк. Подягни маску, подбай про себя. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяется на краще, кроме как для светловодского политика Константина Каспрова. Пока.